Я представлю вам некоторые из наших проектов, наших конкретных добрых дел для Молдовы. Но важно понимать, что добро не должно быть беззубым. Добро не может быть беззащитным и слабым. Слабое добро – это возвращение к власти, кулечников и прочих негодяев. Добро не должно только продвигать идеи созидания, но и защищать их. Добро должно быть с кулаками. Блок Рената Усатова – это сегодня кулак всего молдавского народа. Мы объявляем войну всем тем, кто грабили и продолжает сегодня грабить нашу страну. Мы идем во власть, чтобы дать морду всем тем, которые хотят дальше продолжать жить за счет нашего многострадального молдавского народа. Наша задача – остановить грабеж страны. Около 30 лет власти Молдовы делали только одно – грабили молдавский народ. Ежегодно в карманы чиновников ложились сотни миллионов долларов. Это откаты, взятки, контрабанда и многие другие преступления. А общий ущерб Молдовы от этого грабежа исчисляется миллиардами долларов. Верхушка власти все эти годы обогащалась. Наш народ только беднел. Народ не хочет больше этого терпеть. Мы выполним волю народа, уберем всех этих паразитов из нашей Молдовы. Мы заставим всех депутатов парламента работать на благо людей, а не на свои интересы, так, как они делали все эти годы. Возьмем под народный контроль работу абсолютно всех органов власти. Наши депутаты станут народными контролерами и народными дружинниками. Да, все это непростые задачи, но мы их решим, потому что мы знаем, как это сделать. Потому что мы команда! Так как сегодня граждане страны ждут каких-то конкретных решений, ждут конкретных законопроектов, Наша команда все эти месяцы, все эти дни работала над разработкой программных приоритетов, которые мы с вами должны донести до всех граждан страны. Первый пункт – это план модернизации Молдовы. Молдова 30 лет жила без четкого плана развития. Во время президентских выборов я пытался донести до всех граждан нашей страны очень простой месседж, что наша страна не просто стояла на месте, она все эти годы разрушалась, потому что ни один премьер-министр, ни один президент, ни одна власть даже не подняли вопрос о том, чтобы заказать комплексный план модернизации страны по важнейшим направлениям. Спустя десятилетиями мы проснулись без четкого плана возрождения промышленности, обновления и развития всех видов инфраструктуры, четкого планирования в сельском хозяйстве, перехода на новый этап развития систем здравоохранения и образования. А все проблемы в экологии решились запретом на импорт автомобилей старше 10 лет и на использование полиэтиленовых пакетов. Без такого плана развития у нас ничего не получится. Любой, как говорят у нас в стране ОМГОСПОДАРК, прекрасно знает, что строительство дома начинается с проекта. У нас в стране в течение 30 лет возводили стены, устанавливали крышу, потом вспоминали, что забыли залить фундамент или еще вырыть бассейн. Мы привлечем лучших молдавских и зарубежных экспертов для разработки плана модернизации Молдовы, без которого будущее нашей страны невозможно. Этот план должен дать ответы на вопросы, какие фабрики и заводы нужны Молдове, какие направления нужно развивать в агропромышленном секторе, какие сельхозкультуры выращивать. Мы должны производить то, что пользуется спросом в мире. Мы, соответственно, благодаря этому плану сможем сократить не только дефицит внешней торговли, но и внешний долг, который сегодня огромен. Частью такого плана обязательно должна стать модернизация транспортной инфраструктуры, которая включала бы в себя возрождение железной дороги Молдовы и создание международного хаба на базе международного аэропорта Маркулешты. Параллельно с реализацией плана модернизации страны должна быть срочно восстановлена система среднего технического образования. Сегодня в стране десятки университетов и институтов, но практически исчезли профессиональные технические училища, которые должны готовить квалифицированных рабочих разных профессий. Пункт номер два из наших приоритетов – это ликвидация Центра по борьбе с коррупцией, реформы СИБА и создание новой спецслужбы Национального бюро расследования. Национальный центр по борьбе с коррупцией стал главным источником коррупции в стране. Он не сумел предотвратить ни кражу века, ни ландромат, ни другие громкие преступления. НЦБК должен быть ликвидирован. Такая же плачевная информация сегодня сложилась и в Службе информации и безопасности Молдовы. Эти ведомства стали карманными инструментами для обслуживания интересов конкретных политиков. Заслуги этих двух структур испытали на себе многие общественные и политические деятели – примары, бизнесмены, журналисты, адвокаты, гражданские активисты и многие другие. Все граждане нашей страны, независимо от их рода деятельности, больше никогда не будут бояться незаконного преследования, вымогательства, рейдерских атак и судебного беспредела. В результате ликвидации МЦБК и реформирования СИБА будет создана новая спецслужба Национального бюро расследования. В данную структуру будут приняты на службу лучшие офицеры СИБА, НЦБК, МВД. Молдова – слишком маленькое государство для большого количества спецслужб. Нужна одна, но мощная силовая структура, которая будет заниматься не только проблемами национальной безопасности и защитой национальных интересов, но и будет заниматься борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти. Новое ведомство будет наделено полномочиями сильнейших спецслужб в мире. Будьте уверены, что НБР серьезно займется и теми гражданами, которые находятся вдали от Родины и думают, что правосудие до них никогда не доберется. Их обязательно доставят домой, о чем мы их сегодня официально информируем. Сегодня, когда все говорят про борьбу с коррупцией, и очень многие пишут рефераты, другие уже, которые как будто все эти годы с ней боролись, уже пишут мемуары, мы предлагаем конкретные вещи. Внесение в Уголовный кодекс изменений, которые предусматривают, чтобы наказание за коррупционные преступления начинается от 15 лет тюремного заключения. Люстрация в отношении всех, кто обслуживал олигархический криминальный режим, вводится запрет на занимание государственных должностей сроком на 10 лет. Презумпция виновности чиновников, имущество чиновников, которые не смогут доказать законность его происхождения, конфисковывается в пользу государства. Отмет иммунитета для депутатов парламента Республики Молдовы, потому что многие именно за ним идут в парламент. Мы отменим его для всех депутатов. Мы должны принять закон об автоматическом лишении депутатского мандата перебежчиков, пересмотр приватизации и концессионных договоров за последние 10 лет. Одна из ключевых наших задач – это аннулировать так называемый рэкет на уровне районных администраций. Районные советы сегодня являются инструментом давления и шантажа в отношении оппозиционных и независимых примаров по всей стране. Районные советники избирают не только председателя района, но и вице-председателей, количество которых соответствует количеству партий, которые создают коалицию. Содержание системы районных администраций нам обходится сегодня в десятки миллионов леек. Для нашей бедной страны это непозволительная роскошь. Представьте себе, сколько инфраструктурных и социальных проектов можно было бы реализовать на эти средства. Самое страшное, что эта структура распределяет весь бюджет района по принципу партийной принадлежности. Многие города и села в стране не получают средств на содержание и развитие из-за того, что примары являются представителями оппозиционных партий либо избирались как независимые кандидаты. Сегодня очень часто невозможно получить деньги на ремонт дороги, детского сада, уличное освещение, потому что руководство района требует примара перекраситься в другой цвет либо если примар избрался независимым, покраситься также в конкретный цвет. Все имущество, находящееся на балансе районного совета, должно быть передо примариям. Никто из жителей Молдовы не должен зависеть от настроения или цвета районного большинства. созданного теми или иными политформированиями. Финансовые средства должны выделяться всем селам и городам в зависимости от площади населенного пункта и численности его населения. Это даст всем городам и селам страны равные возможности для развития. Наша страна не может дальше идти вперед, пока мы не введем запрет на двойное гражданство для высокопоставленных чиновников и руководителей спецслужб. Президенту, премьер-министру, другим членам правительства, руководителям всех силовых структур, судям Конституционного суда будет запрещено иметь гражданство других государств. Все они должны быть исключительно гражданами Республики Молдова. Мы сегодня обязаны добиться в парламенте, добить наш законопроект под названием «Три столицы». Визитная карточка страны должна включать в себя не только ее главную столицу Кишинев, но и столицы севера и юга – Бельцы и Кагул. Они должны быть привлекательными во всех отношениях, обладать современной инфраструктурой, транспортом, иметь аэропорты, современные парки, что позволит привлечь в эти регионы зарубежных инвесторов и туристов. Как основу для реализации национального проекта «Три столицы» можно использовать законопроект об особом статусе муниципия Беллс, положение которого применимо и для Кишинева, и для Кагула. Когда мы говорим про сельское хозяйство, безусловно, одной из самых важных отраслей нашей страны, отраслей, в которую вовлечено сотни тысяч людей, я считаю, что касаемо сельского хозяйства мы обязаны сегодня не просто пойти им навстречу и как-то попытаться помочь им решить их проблемы. Сегодня мы даем всем агропроизводителям в стране впервые в истории независимой Молдовы они сами смогут решить, кто будет министром сельского хозяйства в будущем правительстве. Кандидатура на должность министра будет определена на общенациональном съезде с участием всех представителей данного сектора. В рамках этого же собрания делегаты Юга, Центра и Севера смогут выдвинуть в качестве кандидатов на должности заместителя министра, госсекретарей, представителей своих регионов. Таким образом, они смогут не только контролировать работу данного министерства, но и всегда будут иметь возможность быть услышанными без того, чтобы месяцами ждать приема или решения приема у чиновников или ждать решения той или иной конкретной проблемы. Астази я факу напел на тости продукатори, на тости лидеры дин царя. Дин царя. Ам дискутат с татей, ам ават интервидери кустии деперсоанни implicаты в этот домене Продолжение следует... Nu veți mai ruga, dar tot timpul veți putea influența direct toată conducerea Ministerului de Agricultură. Astăzi, când toți își aduc aminte de tineri, doar înainte alegerilor, astăzi, când toți cei spun că tineretul este viitorul nostru, trebuie să-ți sunut, trebuie să avem grijă de ei ca să nu plece din țară, dar nimeni nu a făcut nimic. În municipiul Bălți, noi cred că am fost primii în Republica Moldova care am avut grijă de studenți anual și realizam multe evenimente frumoase de ziua studentului și multe altele. Dar astăzi, tineretul nu trebuie să depindă de voința unor funcționari. De asta, Blocul Electoral Renato Usatui va veni în Parlament cu un proiect de legi foarte clar prin care 5% din vânzare atsigărilor și alcoolului va fi direcționat direct pentru dezvoltarea tineretului și sportului în Republica Moldova. Aplauză. Проведение местных чемпионатов поощрения спортсменов. Вторые 50% будут направлены на реализацию проектов общенационального масштаба. Вы все видели, как в течение последних шести лет бельцы стали спортивной столицей Молдовы. За счет средств из муниципального бюджета, за счет моих личных средств, в Бельцах появились самые хорошие в стране залы для большого тенниса. В Бельцах баскетболисты четырежды стали чемпионами страны, обладателями кубков страны. У нас такие же достижения в футболе, в борьбе и других видах спорта. Сегодня, если мы претендуем, что спорт это наше все, то мы должны о нем не болтать, а для этого делать конкретные вещи. Мы сегодня обязаны реализовать государственные социальные проекты, такие как социальные магазины, аптеки, рынки и транспорт. В каждом районе страны будут открыты по одной государственной аптеке и по одному государственному социальному магазину, где будут продаваться продукты питания без торговой наценки. Услугами социальных магазинов смогут пользоваться пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, сироты, ветераны войны и локальных конфликтов, чернобыльцы. Зарабатывать деньги на пенсионерах и малоимущих аморально. Тем более, что в условиях, когда государство не может им оказать посильную помощь, не можете помочь, так хоть не обдирайте этих людей. В каждой сельской примарии будут установлены аптечные автоматы, в которых можно будет приобрести самые востребованные лекарства. Ввиду отсутствия связанных с расходом на содержание обычной аптеки, а это аренда, зарплата фармацепта и другие расходы, стоимость лекарств будет на 20% ниже рыночной. Но самое важное, что люди больше не будут вынуждены ездить из села в район для того, чтобы купить самые необходимые лекарства. Первый терминал автоматической аптеки уже находится у меня дома. На следующей неделе я его представлю, как это выглядит вживую, чтобы люди понимали, что мы не просто болтаем, а у нас уже есть этот терминал, мы приведем в порядок законодательство. Для тех, у нас есть очень много экспертов, которые говорят, что вот, а как же это будет работать, для лекарств нужна определенная температура. Хочу всем этим экспертам сказать, что там, где они сегодня работают, я могу подавать. Это сертифицированные в Европе аптечные комплексы, которые поддерживают круглый год одну и ту же температуру, и для этого были разработаны. Поэтому в каждой селе будет такая аптека. Мы сегодня видим проблему наших производителей. Мы очень много лет в Бельцах боролись с тем, чтобы у производителей, отечественных производителей, была возможность торговать напрямую, для того, чтобы они могли реализовать свою продукцию со своей наценкой, но без всяких посредников, торговых сетей. У нас в Бельцах сегодня, я думаю, самый приличный в стране сельскохозяйственный рынок, куда приезжают торговать люди со всей страны. Такие государственные рынки, где могут торговать, еще раз повторюсь, в первую очередь производители, должны быть открыты во всех регионах Республики Молдова. В Молдове не должно быть ни одного села, которое не имело бы организованного правильно транспортного сообщения между селами и городом. Сегодня экономические агенты выбирают себе какие-то хлебные маршруты, а убыточные они оставляют просто на произвол судьбы. Сегодня во многих селах отсутствует транспорт, либо он просто ужасного качества, потому что все выбирают себе какие-то лакомые направления. В каждом районе после тендера, если перевозчик претендует на оказание качественных перевозок всему району, то он берет все маршруты, а не делит села на села с прибыльными маршрутами и нет, так как это работает у нас сегодня в Бельцах. президентские выборы, я говорил о том, что сегодня есть острая необходимость в региональных консалтинговых центрах по всей стране. Да, я говорил о том, что они должны быть в каждом районе. Переговорив с экспертами, все-таки эксперты рекомендовали мне, что их достаточно три очень крупных региональных центра. Наши сограждане, которые за рубежом с трудом заработали какие-то средства, приезжают домой, пытаются вложить их в какое-то дело, и чаще всего это делают вслепую. Без консультаций специалистов многие берут неподъемные кредиты, потом оказываются в долговой яме. Сегодня в этих региональных консалтинговых центрах любой гражданин нашей страны сможет получить консультацию, что можно открыть в том или ином городе или в том или ином селе, а не открывать бизнес вслепую. Потому что у нас кто-то приезжает, заработает в России, видит, все сажают яблоки, давай сажать на севере яблоки. В каждом селе у нас единственный проект, это вместо магазина в Луминице открыли бары. Сегодня людям нужно подсказывать, какие есть свободные ниши для того, чтобы правильно вложить эти деньги. И самое главное, получить правильную консультацию, потому что у нас люди берут кредиты, они смотрят на вывески и на рекламные панно. В результате сумму, которую они должны выплатить, в результаты в разы привожают сумму, которую они брали или на которую они рассчитывали изначально. Товарищи начальники, присутствующие в зале, те, кто нас смотрят онлайн, будущий примаром в муниципе Беллс, я увидел очень многих так называемых производителей. Производителей в кавычках. А у нас есть люди, которые производят хорошие вещи, а есть куча форцаманов. Пока мы не восстановим систему контроля метрологии и контроль качества ГОСТ, у нас в стране не будет ни молока, ни мяса, ни других видов продукции. У нас сегодня, я так для себя, брал некоторые продукты питания, делал их анализ в некоторых лабораториях за рубежом, потому что у нас в стране нет одной качественной лаборатории, которая бы определяла эти стандарты. Мы с вами двигаемся в никуда. Сегодня очень многие в мире, вы знаете, говорят о криптовалюте. Криптовалюты становятся сегодня все более популярными финансовыми инструментами в мире. Молдова не должна стоять в стороне от этих мировых тенденций. Мы должны разработать национальное законодательство о функционировании криптовалют, которое будет соответствовать международным нормам и практикам, и позволит применить эти финансовые инструменты в Республике Молдова. Сегодня я хочу со всей ответственностью сказать, когда выходят там, вы видите, у нас последние 2-3 недели, как началась кампания, у нас постоянно кто-то кого-то пугает. Левые, причем левые не политически, они левые по жизни, пугают всех, что придя к власти, мы объединим страну с Румынией и приведем в страну базу НАТО. Правые, которые пьют, я думаю, тот же кумыс, как некоторые левые, угрожают, что вот рука Москвы и так далее, и так далее. Значит, я хочу всем сегодня с этой трибуны сказать, что мы всегда поддерживали и полностью поддерживаем нейтральный статус Молдовы, и пока мы будем в парламенте, мы никогда не проголосуем за разрешение на пребывание в Молдове иностранных войск. Тем более, что в Конституции четко сказано, Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет, и Республика Молдова не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств. Сегодня, если мы говорим про внешнюю политику, Молдова должна выстроить правильную внешнюю политику, прежде всего, с нашими соседями, Украиной и Румынией, сотрудничать в интересах Молдовы как с Западом, так и с Востоком, но при этом ни в коем случае не быть вассалами ни перед кем. Мы всегда придерживались этой принципиальной позиции, в то время, как другие спекулировали на геополитике и меняли свою позицию в зависимости от конъюнктуры и собственных корытных интересов. АПЛОДИСМЕНТЫ И самое важное, когда кто-то говорит на разных телеканалах в своих выступлениях, что невозможно поменять это, невозможно поменять то, этому мешает Конституция, третьему мешает Принчипиш-Валорь, третьи сидят, пишут реформы в кабинетах, если их выпускаешь в район, они не могут дорогу без компаса дойти, дорогу хотя бы до бетонки. Я хочу сказать, что блок, избирательный блок, Рената Усат, выступает за переучреждение государства, которое невозможно, без новой Конституции, которая была изнасилована кем угодно и как угодно за последние десятилетия. Молдова переживает кризис конституционности. Насилие над Конституцией должно быть остановлено. Эта Конституция устарела и не отражает больше сегодняшние реалии. Накопилось много проблем, которые могут найти свое разрешение только в рамках новой Конституции. Разработка и принятие нового основного закона должно быть общенародным делом. Результатом этого процесса должна стать полная перезагрузка страны на основе новой Конституции. И тогда будет все можно и возможно. Спасибо. Результатом Смешет В том числе, в системе учебения, в медицин, то все будут представители по сайту и вероятно будет о том, что все дети из-за страны. И мы не будем жить по чему-то, как учит, практически все партии политики, чтобы не скрыть поведения о том, как они начали с четвертой. Мы ответим для каждого вопроса, предложения и промышленности, и мы будем очень внимательны на то, что мы делаем, на то, что мы помним, потому что мы требуем, чтобы не уйти в отчете, и я уверен, что, как мы, все, которые были в салоне, которые были и были приманили, мы уйти в отчет, но, конечно же, мы не видуем в отчете в отчете, за пару мус, за три импандаты, поэтому мы будем ойти в отчете в отчете национальном уровне, потому что, в том числе, что вы затчете, мы на нашем уровне, мы делаем в отчете национальном уровне. Знаете очень хорошо, что в Молдове нет семьи, которые не имеют, что у кого-то уехали, по стихотарию. Для нашей страны, мы будем делать проект, который мы будем иметь именитие, когда мы будем в парламент, который, по парламенту, в 5 лет, в Молдове 20.000 евро, должен иметь именитие автомобиля, без того, что мы будем иметь именитие. Сутили миллионы евро, Молдова, демут, пропадет из-за мира. Я понимаю, что многие начальники, мальчиков, которые сфигают грабы от парламент, они в них не умеют, чтобы иметь именитие автомобиля, чтобы иметь машину, мальчиков, которые трезут на телецентр, и в другие зоны элитов, в Молдове. Я думаю, что они не могут иметь именитие автомобиля, так как они сделали, во все эти годы. Я хочу сказать, что каждый автомобиль, который будет иметь именитие в Молдове, должен иметь именитие 20.000 евро, и мотор, чтобы иметь больше 3.000 км3. А человек, конечно, он начальник с нункапом категории АСТА. Потому что для хороших людей это нормальная кубатура. А этим же меньше 5-6 литров им не хватает. Поэтому как-то мы их случайно обрезали, чтобы они не использовали наших соотечественников за рубежом. Мы имеем очень большой проблемой, оборудовательной проблемой, потому что мы не можем использовать эти проблемы в Молдове. Мы не можем использовать эти проблемы в Молдове. для того, чтобы они могли быть в Молдове в Молдове, чтобы они были известны в том, что они в мире. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы об этих людях тоже должны заботиться. Вернее, не столько о них, сколько о водительских удостоверениях для этих людей. Я вам обещаю, что все буржуи, чиновники, которые будут осуждены за коррупцию, они когда выйдут, причем не важно, через 15 или 20 лет, они все будут сдавать на права и по теории, и по практике, так как стоят в очередях сегодня тысячи людей по всей стране. АПЛОДИСМЕНТЫ Так как у них единственная возможность будет управлять это тележкой для перевозки еды в СИЗО-13 и других пенитенциальных учреждениях страны, им придется это пересдавать. Я дам очень важный момент для т recorder-софера которые мнеà мне дали много раз Frage В д owт- Club, в многих в странах два страны И obtин FEaron некоторые스가 современные urточки могут получить воздушные пена в 16 лет, которые мне здесь могут заниматься grade ведущим кто прежде 지 всех других людей. Но здесь мы и уменим. Но на нас нет. Почему на нас все это так сложилось? Стимащи тинеры, это сложилось для тех, кто в последние 30 лет, но вы должны быть разрешены на 16 лет, потому что это абсолютно нормальная работа в большинстве европейских. Я хочу поговорить о тинерах специалистов, которые у нас не были нищие усынители в частности. Мы им разработ, в начале председательства, один проект, который будет возможен для обеспечения обеспечения при употреблении 0% для тинерей специалистов. Мы говорим больше, что все эти цели из Молдова у них приходят в Романии, у других приходят в Украину, они приходят в нашу, но никто не приходит из Романии или из Украины, как туристы. Проект «Украшу вину» будет не только национальный проект, но и проектов, что будет возможность для Республики Молдова для многих лет назад. Этот проект будет привлекать туристы не только в стране, но и в стране, но и в стране, и в стране, и в стране. Да, если будет только в городе, будут ли украши более маленькие туристы. Я уверен, что, уже после визита в стране, и в стране, и сейчас не дам динумирование, потому что, в стране, в стране, в стране, украши, который будет украшен национальный проект для того, чтобы конкурировать со всеми странами, со всеми странами, со всеми странами и со всеми странами. И отлично, вы видите, что означает туризм в Молдову.